Сегодня мы вместе с вами имеем преимущество продолжить исследование той лекции, которую начали вчера. То есть мы сегодня будем с вами говорить вновь о том, что произошло в истории христианского мира. Сегодня вы откроете для себя нечто уникальное. Поэтому наша лекция носит тоже уникальное название. Зверь. Вселенская конституция и темное средневековье. И мы сегодня, исследуя этот вопрос, мы с вами убедимся, что все это имеет отношение к тому, что произошло в истории человечества. Сегодня вы откроете для себя уникальную истину Слова Божьего. И потому я хочу сегодня пригласить каждого из вас тщательно рассмотреть все доказательства. Как я уже говорил, пожалуйста, не делаем скоро поспешных выводов. Только можно будет точку на 2 поставить через несколько дней, когда я скажу, ну теперь я вам рассказал все. Теперь вы знаете всю правду, что произошло. Сегодня мы только в самом процессе исследования этого вопроса. Некоторые вещи из того, что я сегодня скажу вам, они, конечно, могут удивить вас. Но хочу, чтобы каждый из вас доверял ясным доказательствам Слова Божьего, а также историческим документам. Друзья мои, во дни апостола Павла некоторые христиане стали верить в Иисуса Христа, того, который придет как царь царей на нашу землю еще тогда, в первом веке. Это было нереалистично. Христос сказал, что должно было произойти, прежде чем он придет. Однако появились люди, которые стали проповедовать, что Иисус вернется в первом веке на нашу землю. Глядя на них и пытаясь остановить это, Бог вдохновил апостола Павла записать, что должно произойти прежде. И давайте будем читать о том, что пишет апостол Павел. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Иисус не придет, апостол Павел говорит, пока не появится человек греха, которого Павел называет сын погибели. Человек греха, который должен сесть в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Друзья мои, Библия говорит мне и вам, что антихрист сядет в храме Божьем. Он будет выдавать себя за Бога. Антихрист – это не атеисты. Некоторые люди считали на протяжении многих лет, десятилетий, что антихрист – это атеисты, которые не верят в Бога, которые могут махать кулаком по отношению к Богу и думают, что вот это настоящий антихрист, не верят в Бога. Но антихрист – это не атеист. Это не тот человек, который машет кулаком против Бога. Антихрист сидит в храме. Антихрист находится в церкви. Многие люди в христианской церкви продолжают веровать в учения, которые проникла в церковь не от Господа, не из Библии, но благодаря традиции. А традиция – это нечто, что не имеет ничего общего с Библией. Это то, что было приемлемо многим людям, которые были язычники. Наши предки, они были язычниками. Они не знали Христа. На протяжении многих веков наши прародители понятия не имели о Боге и об Иисусе Христе. Сегодня мы будем исследовать Слово Божье и обнаружим в нем ясное предсказание попытки изменить закон Божий и заменить его человеческой традицией. Человеческими предрассудками. А русский писатель и философ Александр Иванович Герцен написал «Предрассудки – великая цепь, удерживающая человека в определенном ограниченном кружку окостенелых понятий. Ухо к ним привыкло, глаз присмотрелся, и нелепость, пользуясь правами давности, становится общепринятой истиной». Люди привыкли к тому, что делал так мой дед, мой прадед так делал, мои родители так делали, и я должен так делать, потому что, наверное, это правильно. Но это не всегда правильно. Я верю этому человеку, который написал «Ухо привыкло, глаз присмотрелся, и кажется, вот эта нелепость, которая не имеет никакого обоснования, становится общепринятой истиной». Однажды один мальчик, это произошло в Соединенных Штатах Америки, один маленький мальчик, которому было где-то 9-10 лет, задал вопрос своей сестричке, «Почему ты отбивные именно вот так вот зажариваешь? Почему ты так делаешь? Почему ты их кругами вот так режешь?» Она говорит, «Не знаю, так мама делает». Он пошел к маме и говорит, «Мама, а почему вот вы отбивные вот так вот кругами режете?» Она говорит, «Вообще-то я никогда не задумывалась, так моя мама делала». Он пошел к бабушке и говорит, «Бабушка, а почему вот кругами эти отбивные ты резала? Мама моя научилась от тебя, почему?» Говорит, «Не знаю, так моя мама делала». Благо, что была еще прабабушка. И он пошел к прабабушке и говорит, «Пробабушка, скажи мне, пожалуйста, а почему ты отбивные вот так вот кругами резала?» Она говорит, «Понимаешь, внучок, у меня не было тогда вот нормальной доски, столика, на котором я могла бы правильно все это выделывать. У меня была только вот такая круглая досочка, и поэтому я вот это так делала». А мама так делает, потому что ее мама так делала. И люди даже понятия не имеют, почему они что-то делают в этой жизни, лишь потому что мой папа или мама так делали. Именно в этом суть огромной проблемы. Но сегодня мы с вами откроем архивы и увидим буквальное исполнение пророчеств Библии в истории. Иисус Христос цитировал часто книгу пророка Даниила. И он рекомендовал своим ученикам, своим посредователям серьезно исследовать эту книгу. И я хочу сказать вам, что во 2, 7, 8, 9 и 11 главах книги пророка Даниила содержатся 4 великих линии пророчеств. Каждая из этих глав охватывает примерно один и тот же период, дополняя какими-то деталями, чтобы была видна цельная картина, что произойдет в конечном итоге в истории верующих людей, в истории христианства. Мы сегодня будем с вами изучать 7 главу книги пророка Даниила. Послушайте, что описывает Даниил. Первый год. Валтасара царя Вавилонского. Даниил видел сон и пророческие видения. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлинные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него. И ему сказано, «Встань, ешь мяса много!» Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы было у зверя сего, и власть дана была ему. После всего видел я в ночных видениях, вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает, сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей. И десять рогов было у него. Даниил видел безбрежное штормовое море. Сильные ветры гнали огромные волны. Из морской пучины один за другим выходили странные звери. И даже если нормальный зверь, то у него какие-то были детали, которых он раньше не видел у этого зверя. Ветры, воды, звери – это символы, которые использовал Бог здесь в Писании. Это мультипликация. И позвольте сказать вам, Бог иногда использует пророчество-мультипликацию для того, чтобы люди не помешали исполниться пророчеству. Для того, чтобы тот, кто делает участник этого пророчества, вдруг он сообразит, чтобы он не помешал исполниться пророчеству. И поэтому Господь использует мультипликацию. Но сегодня, но однако же, Он дает объяснение всем этим деталям. Три библейских текста помогут нам сегодня установить, о чем же идет речь. Итак, первый текст, книга Откровения 17, 15. Послушайте. «Воды, которые ты видел, суть люди и народы, племена и языки». Итак, воды, что представляет собой вода, море? Народы. То есть, вода – это народы, это люди, это мир. То есть, эти животные выходят с того места, где много живут людей. Море, море людей. Следующий текст. «И на виду на Елам, Библия говорит, четыре ветра от четырех краев неба. И развею их по всем этим ветрам. И не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные еламитяны». Военные действия, которые вели другие народности, они практически разграбили еламитян. Они их переселили во все другие народы. И таким образом, военные действия, они представляют собой ничто иное, как ветры. То есть, ветры – это военные действия в пророчестве. Ангел объясняет Даниилу, кто такие звери. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Давайте посмотрим на символы библейских пророчеств, которые нам пригодятся сегодня в нашем исследовании. Море – это народы, ветры – это войны, звери представляют собой царство. Женщина, мы будем сегодня говорить об этом, представляет церковь, об этом написано в книге послания к Ефесской церкви. И вину представляет собой учение. Друзья мои, в пророческом сне, из второй главы книги пророка Даниила, эти четыре державы представлены четырьмя металлами. Четыре зверя, а было в этом истукане, которого Науходоносор видел во сне, четыре металла – золото, серебро, медь и железо. Голени железные. Поэтому здесь речь идет практически об одном и том же. Друзья мои, история свидетельствует, что со времен Даниила, со времен существования Вавилона, всего четыре мировые империи правили колыбелью человечества. Первым зверем был лев с орлиными крыльями. Как и золотая голова, он представлял собой Вавилонское царство. Золотая голова – это самый драгоценный металл, и он представлял Вавилон. А здесь, среди этих зверей, лев. А лев кто является? Лев – это царь зверей. Поэтому лев и представляет собой самое могущественное, самое красивое, самое дорогое царство, которое тогда было – это Вавилон. Вавилон правил колыбелью человечества с 605 года до н.э. Но в 539 году до н.э. Персия приходит на смену. И поэтому, вы помните, Кир завоевал Вавилон, и поэтому персы, они стали правителями тогдашней колыбели человечества. Три клыка у этого медведя во рту, они обозначают следующее, что персы завоевали Лидию на Крайнем Севере, Египет и Вавилон. Но в 331 году на смену Персии приходит барс, который имеет четыре крыла. Четыре крыла – это показывает крылья для того, чтобы лечеть. И поэтому, если их четыре, это говорит скорость, быстроту. А четыре головы представляют собой, что греко-македонское царство, где правил Александр Великий, к сожалению, Александр Великий, он заболел, заболел он, к сожалению, что разочаровался, что больше он не может сражаться, ему просто не с кем, негде потратить свою энергию, и он стал много пить водки. И он заболел, и он умер. И когда он умирал, полководцы собрались вокруг него и сказали, кто будет править, кого оставляешь после себя. Александр сказал, сильнейший. И тогда эти четыре полководства не стали драться за власть, они разделили греко-македонскую империю на четыре царства. Но затем, вы помните, как их звали, да? Кассандр, Лизимах, Селевк и Птоломей. Но затем на смену, в 168 году до нашей эры, приходит страшный и неописуемо ужасный зверь. Он представлял собой жестокую власть Рима. Рим правил миром почти 7 веков. Эта империя – железная монархия Рима. Она раздробляла и сокрушала все на своем пути. Этот зверь был отличным от всех предыдущих зверей, потому что у него еще было 10 рогов. Мы знаем, что ни у одного зверя не существует 10 рогов. Что бы это значило? Библия дает нам ответ. А 10 рогов значит, что из этого царства станут 10 царей. Вы не помните, на сколько государств раздробилась Римская империя? На 10! По числу пальцев у этого истукана на ногах. Помните об этом? На 10 государств. И теперь этот зверь имеет тоже 10 рогов. Поэтому Римская империя делится на 10 мировых держав. Друзья мои, начиная с 457 года нашей эры, Римская империя разделилась на 10 мировых держав. Почти за тысячу лет до этого Бог четко предсказал об этом пророчестве. Эти 10 частей, на которые распалась Римская империя, вы можете видеть это, стали основанием современных европейских государств. Даниилу было показано, какие события будут происходить в Европе во время Римской империи и после образования 10 мировых государств на территории Римской империи. И какое это отношение имеет к христианству? Поэтому для нас это должно быть очень интересно, потому что это ближе к нашему времени. Давайте будем читать опять книгу Даниила, 7 главу, 8 текст. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнями сторгнуты были перед ним. В этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно. Друзья мои, этот небольшой царь, этот рог, который появился у этого зверя, он появляется на территории Европы. Между десятью рогами появляется этот рог. Он антихрист. И я сегодня вам эту истину буду раскрывать. Ангел поясняет Даниилу, и после них восстанет иной и уничтожит трех царей. Этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут руку его до времени, времен и полувремени. Друзья мои, послушайте. Вот Римская империя. Затем она делится на десять мировых держав. Затем на этой территории в Европе возникает маленький рог, кровожадный рог. И этот маленький рог, этот нечестивый царь, который был маленьким, но он разросся и стал больше других рогов. Он изменяет закон Божий, он отменяет праздничное время, он преследует детей Божьих, он ставит себя на место Бога, он сядет в храме и будет выдавать себя за Бога. Кто такой небольшой рог? Давайте прочитаем, что Новый Завет говорит о будущем христианства. Бог через апостола Павла предсказал будущее церкви и ее руководителей. Апостол Павел пишет, «Ибо тайна беззакония уже в действии». Скажите, пожалуйста, кто творец беззакония? Дьявол и сатана. И сатана разработал тайную версию, как захватить Божью церковь, как Божью церковь превратить в восставшую против Бога церковь. И поэтому сатана тайно действовал, но Павел говорит, тайна беззакония уже действует. И он говорит, что умыслы его нам не безизвестны. Те, кто исследует Священное Писание, они четко могут разобраться, в чем проблема, что произошло. Послушайте, Павел собрал пресвитеров и епископов церкви в Малой Азии в городе Мелите. Это, вы видите, останки древнего города Мелита. Павел знал, что после этого он будет предан Риму. Я показываю здесь стрелкой церковь. Это было там здание построено, в котором был Павел и где он проводил последнюю встречу с епископами церкви и с пресвитерами. Глядя на них, Павел произнес уникальное пророчество. Послушайте. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Позвольте задать вам вопрос. Знаете, прежде чем я задам вопрос, посмотрите, какое поручение дает Иисус Христос своим ученикам. Евангелие от Матфея. 28 глава. Христос сказал, идите, научите все народы и делайте их моими учениками. Делайте их моими учениками и крестите их для Царствия Божьего. А Павел пишет, из вас самих восстанут люди, которые увлекут учеников от Иисуса Христа за собою. Они не будут учеников делать учениками Иисуса Христа, а своими учениками. Друзья мои, Павел рассматривал три больших проблемы. Во-первых, будет сопротивление извне. Он говорит, хищные волки войдут в стадо, в церковь. Павел имел в виду жестокие преследования со стороны Рима, которого сатана, то есть Рим сатана использовал для того, чтобы уничтожить церковь. Вторая проблема куда серьезнее. Потому что отступление произойдет внутри церкви. Павел говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. И это произойдет в третьих очень скоро. Потому что Павел говорит, что вы будете теми, которые будете говорить превратно. Послушайте заявление католической церкви. В католическом катехизисе в статье «Церковь не ошибается» написано. Церковь не ошибается. Католическая церковь не может ошибаться, потому что Святой Дух ведет ее. Безошибочные решения принимают Папа или епископы на Вселенских соборах. Я хочу задать вам вопрос. Несколько лет назад Папа Иоанн Павел Второй по телевидению вы могли смотреть, как он просил прощения. Было такое или нет? Скажите, как соотнести эту цитату? За что он просил прощения, если Папа не ошибается, и епископы церкви не ошибаются, и католическая церковь не ошибается? За что просить прощения? Нет. Но они же не ошибаются. Они же не ошибаются. Поэтому как не ошибающиеся могли просить прощения? Уникальная историческая ситуация. Они заявляют, что они никогда не ошибаются, однако почему-то просил прощения. Друзья мои, это очень интересно. Павел говорит, что популярное христианство изменит основам Евангелия, но будет продолжать утверждать, что являются истинными Божьими детьми. Кто же прав? Прав апостол Павел? Или права церковь, которая заявляет, что она не ошибается? Или прав Павел, который говорит, что из вас восстанут люди, которые будут говорить превратно? В одни апостолов, как я уже говорил, появились люди, которые говорили, что Христос придет второй раз в первом веке. Но Библия говорит, да не обольстит вас никто никак. День тот не придет, да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Итак, христианство будет ведомо человеком греха, сыном погибели, который будет называть себя мужем Божьим. Библия говорит и называет, кто он будет. Друзья мои, теперь картина проясняется. существуют две противоположных системы поклонения Господу Богу. И одна, естественно, Божья, верна, правдимая, а одна, естественно, нет. Они противоположны друг другу. Великая борьба, которая происходит в веках, и сегодня происходит, и происходило, это не борьба между религией и между атеизмом, безбожьим. Это борьба внутри церкви. Это борьба между истиной и заблуждением. Это борьба между правдой и неправдой. Библия сообщает, что сатана, он попытается добавить яд в истину, в учение Иисуса Христа. Библия сообщает, что сатана будет с большим успехом работать изнутри церкви, пытаясь не спровергнуть истину, и для этого будет использовать саму церковь, ее руководителей, для того, чтобы они учили лжи вместо правды Божьей. История свидетельствует, что церковные лидеры постепенно вводили в учение Иисуса Христа языческие догмы, языческие ритуалы. Они хотели быть популярными, они хотели стать признанными всеми людьми, и поэтому шли на сделку с язычниками и соглашались, чтобы языческие ритуалы становились частью церкви и ее учения. Послушайте, в 8 главе Даниил открывает, что небольшой рог чрезвычайно разросся, и что он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Небольшой рог повергает истину на землю, топчет ногами ее, действует, успевает, а люди считают, что это истина и это христианство, что делает этот небольшой рог. Это уникальная ситуация. И я сегодня хочу сказать вам, друзья мои, я предложу вам, я думаю, что этого достаточно будет, 10 признаков, кто такой антихрист. И я думаю, что этого будет достаточно, чтобы посмотреть правде в глаза. Первый, первый признак, определяющий, кто такой антихрист, он европеец. Потому что вышел среди 10 рогов, а 10 рогов 110 европейских государств. И Библия говорит, что среди этих рогов, 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, а после них восстанет иной, отличный от прежних. То есть уже Рим делится на 10 мировых государств, и вдруг здесь, на этой территории появляется еще один рог. Малый рог, но который разросся и увеличился, и который начинает диктовать, что нужно делать. Он европеец. Второй признак, он возникает только после распада Римской империи. Даниил говорит, я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. То есть к концу времени Римская империя, когда уже распалась к концу 5 века, вот только тогда выходит на арену этот Малый рог. Поэтому он появляется после того, как уже Римской империи как таковой практически не существовало. Третий признак, он низлагает трех царей. Вандалы, герулы, астготы, это арианские племена. Я расскажу об этом несколько позже на наших встречах, но пророчество утверждает, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним. Это уничтожение. Вы знаете, что не существует сегодня трех этих народностей, на которые разделилась Римская империя. Не существует астготов, вандалов и герулов. Поэтому этот зверь, то есть этот рог, он уничтожил, он сделал все возможное, чтобы сместить с лица земли эти народности, они мешали ему развиваться. И это является третьим признаком. Четвертый признак. Он отличный от других. Библия говорит, восстанет иной, отличный от прежних, то есть десять рогов. И Даниил четко просматривает эти десять рогов. И вдруг выходит один, и этот один перед ним выпадает три, и он отличается абсолютно от всех других рогов. Друзья мои, это иная система правления. Каждый рог представляет собой гражданскую власть. Он представляет гражданское правительство. Но здесь совершенно другое. Это не только политическая власть, но здесь явно, что присутствует и религиозная власть, потому что требует поклонения. И поэтому это религиозно-политическая власть. поэтому этот рог отличается от других. Пятый признак. Он правит 1260 лет. Библия говорит, и они преданы будут в руку его до времени, времен и полвремени. Давайте обратимся к математике. В древнем люди время так называли год. Времена это обозначение двух лет. Полвремени это полгода. Поэтому я уже вам говорил о том, что еврейский месяц, я говорил вам об этом или нет, что он имеет 30 дней, или не говорил? Не говорил. Еврейский месяц в древности имел всего 30 дней. И вот они считали 12 месяцев, и затем, когда заканчивался 12 месяц, 30 день, они считали один день, два, три, четыре, пять, и начинался Новый год. Таким образом, у них каждый месяц имел ровно 30 дней. Поэтому у них в году получается, если взять только помесячно, 12 месяцев, получается только 360 дней. И если здесь три с половиной года, мы получаем цифру 1260 дней. А в пророчестве день равняется одному году. Поэтому эта система править миром, Бог предсказывает, будет 1260 лет. Я хочу наперед забегая сказать, это время темного средневековья. Когда правил этот Малый Рог, то его правительство создало темноту. Никакого развития, никакой прогрессии не существовало из-за правления этого Малого Рога. И так он правит 1265. Это пятый признак, кого представляет собой этот Малый Рог. Шестой признак. Библия говорит, что он великий обманщик. Он сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. А сам он человек греха, сын погибели. Нью-Йоркский катхизис утверждает, он непогрешимый правитель, верховный судья неба и земли, судья над всеми, не судящийся никем, сам Бог на земле. Это ложь. Бог на небе, на земле. Если можно назвать Богом, то только еще попытаться дьявола, потому что если люди его слушаются, то он им Бог. Шестой признак – это обманщик. Седьмой признак – это союз церкви и государства. В Библии жена представляет собой церковь. И Библия описывает двух жен, две женщины. Одна женщина благочестивая, которая представляет собой Божью истинную церковь, церковь, которая слушается Господа Бога. И в Библии представлена еще одна женщина, падшая, блудодейка, которая представляет собой однако же церковь. Церковь Иисуса Христа – услышьте меня – церковь, которая называется именем Иисуса Христа, но она не живет по принципам Иисуса Христа. Она падшая церковь, она ложная церковь, церковь, которая обманывает людей. И посмотрите, что написано в книге Апокалипсис об этой падшей церкви. «И я увидел жену, сидящую на звере багряном, переполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». Иоанн Богослов видит жену, которая сидит на звере багряном, на звере, который был с семью головами и десятью рогами. И имена богохульные имел на себе. Друзья мои, как я уже сказал вам, что это союз государства и церкви. Зверь кого представляет? Мы с вами уже говорили об этом. Зверь представляет какую власть? Политическую власть. Так или нет? Зверь это политическое государство, политическая власть. И если жена церковь села на зверя, то скажите, пожалуйста, у них есть договоренность или нет? Наверное, есть. это союз. И Библия вот таким образом, используя мультипликацию, показывает, как работает эта система. И она села сверху. Это говорит, что она пытается управлять политическими вопросами. И поэтому она объединилась с государством. Блудница на звери это политическая государственная власть. и жена пытается вместе сотрудничать с этим зверем. Далее Библия говорит об отступившей от Бога церкви следующей. И на челе ее написано имя Тайна, Бавилон Великий, Мать блудницам и мерзость всем земным. Я хочу задать вам такой вопрос. Если бы вы открыли для себя, что вы являетесь приверженцем такой церкви, вам бы нравилось быть приверженцем такой церкви? Вы боитесь сказать? Не бойтесь. Мы все стоим перед Господом и мы все одинаковые. Антонюк такой же как вы. Я не лучше вас, я такой же самый. И я пытаюсь исследовать этот вопрос. Я пытаюсь узнать, где же правда. На челе ее написано имя, на челе церкви отступившей от Бога. Тайна, Вавилон Великий, Мать блудницам и мерзость всем земным. Я в такую церковь не хочу ходить. Я не хочу принадлежать такой церкви. Я хочу, чтобы мое имя было светлым, чтобы оно было чистым. Я хочу принадлежать церкви, которая чистая невеста. Библия говорит, что Иисус второй раз придет на землю, чтобы взять невесту свою, царство свое. Церковь должна быть непорочная невеста. Но если она блудница, это трагедия. Христос не придет забрать блудницу в свое царство. И это проблема. Восьмой признак. Библия говорит, здесь ум, имеющий мудрость. Семь голусу, семь гор, на которых сидит женщина. эта церковная система государственная управляет из города, построенного на семи холмах. Какой город построен на семи холмах? Вы знаете, и вы правду говорите. Эта система правит из города Рима. В городе Риме центр этой системы. Я уже думаю, что вы начинаете прозревать. Друзья мои, далее Господь говорит девятый признак об этой системе. Эта церковь преследует. Я видел, как этот рок вел брань со святыми и превозмогал их. И он будет угнетать святых Всевышнего. Этот рок будет угнетать святых Бога Всевышнего. Это уникальная ситуация. Кажется, как эта церковь может делать? Друзья мои, я знаю, кто такой Иисус Христос. Я знаю, каким Он был. Я знаю, чему Он учил. Я знаю Его отношение к любому человеку. И никогда в жизни мне в голову не приходила такая мысль, что последователи Иисуса Христа, те, которые будут носить имя Иисуса Христа, будут преследовать других, будут угнетать других, которые по-другому смотрят на мир, что они будут убивать тех, которые не согласны с Ее мнением. Как может делать церковь Иисуса Христа, когда Иисус учил? А я говорю вам, любите врагов ваших, любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас. А эти не дожидались, чтобы их обижали, поднимали руку свою и уничтожали всех, кто не соглашался с Ее идеями. Посмотрите, что пишет Иоанн Богослов книги Апокалипсис. Это последняя книга, которая говорит о завершении истории человечества на земле. И он пишет пророчество от Господа Иисуса Христа, чем будет заниматься церковь, отступившая от Бога. Читаю книгу Апокалипсис 17, главу 6 текст. Я видел, что жена упоена была кровью святых, кровью свидетелей Иисусовых. Церковь пила кровь, церковь уничтожала, распинала, сжигала на крастрах тех, которые говорили, мы любим Иисуса, мы хотим следовать за Иисусом, мы хотим быть послушны только Иисусу. И за то, что они были такими, церковь уничтожала этих людей. Друзья мои, система антихриста, она преследует, и это девятый признак. Десятый признак, система антихриста изменяет закон Божий, даже возмечтает отменить у них праздничные времена из закон. Что такое праздничное время? Я думаю, что мы должны обратиться к Библии и прочитать. И сказал Господь, вот праздники мои, шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священные собрания, никакого дела не делайте, это суббота чья? Это суббота Господня. Если вы хотите знать, какой праздник у Господа, читайте этот текст, он четко определяет, что есть Господний праздник. И вы знаете, что этот праздник подразумевает? Память о Боге Творце. Что я сотворил этот мир, Бог говорит, и я творец всего, я сотворил вас, чтобы вы не забыли, каждая суббота, седьмой день недели будет вам напоминать обо мне, как о Творце. Скажите, это хороший праздник или плохой? Хороший, потому что он мне напоминает, чтобы я не забыл Господа Бога своего. Это хорошо, но людям что-то не нравится этот праздник, они избирают что-то другое. Давайте вместе с вами посмотрим, как работают священники, те, которые называют себя Божьими служителями. священники ее нарушают закон мой, я скверняю святыни мои, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Священник, который не учит церковь свою, который не учит прихожан поклоняться Господу в субботний день, он закрыл глаза свои от Господа, и он уничижает Господа Бога. Подумайте об этом. Библия не исчезняется говорить правду прямо в глаза. Она говорит то, что есть. Бог обращается поэтому к своим детям на планете Земля. Он обращается к детям, которые находятся под влиянием этой системы и говорит, и услышал я иной голос с неба говорящий, выйди от нее народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Бог приглашает покинуть духовную блудницу. Бог приглашает сделать этот шаг навстречу ему. Бог приглашает повернуться к Богу Библии и доверять ему. Почему Бог призывает свой народ выйти из этой системы заблуждения? Что из себя представляет эта система заблуждения? Что из себя представляет система антихриста? Что такое учение антихриста? Чтобы получить ответ первую очередь я хотел бы ответить на более важный вопрос, который поможет легко решить остальные вопросы. Что представляет собой язычество? Что это такое язычество? Давайте будем читать. Язычество это элемент истины плюс языческие мифы плюс магия ритуалов плюс спиритизм то есть связь с духами мертвых это догматика любой языческой религии независимо от того где она зародилась она имеет одну и ту же основу вы заметили часть истины в язычестве не не абсолютно неправда в язычестве есть немного правды божьей правды библейской правды а затем все остальное поэтому язычество это часть истины а затем все это остальное ну а теперь что такое учение антихриста очень простой уже ответ учение антихриста это языческая догматика плюс государственный деспотизм потому что эта система она является не только церковью но она является государством имеет государственную власть политическую власть имеет силу и может заставить тебя поступать так как она хочет поэтому это является учением антихриста но вы заметили это то самое что в язычестве плюс еще государственный деспотизм есть немного истины когда я перелистываю историю когда я перечитываю многие христианские книги которые не основаны абсолютно на библии но языч на языческой догматике моему удивлению предела нет и люди исповедуют это как великую истину а это абсолютный обман друзья мои сатана есть великий обманщик библия говорит это слова иисуса ибо он лжец и отец лжи он обманул ангелов божьих он обманул адама и ему он обманул иудею и они распяли мессию он обманул множество мужчин и женщин на протяжении истории христианства он и сегодня продолжает тоже делать это его профессиональный конек это то чем он занимается это самая главная его деятельность обманывать это но обман он преподносит так как абсолютную истину и поэтому люди принимают этот обман им легче это делать потому что они отошли от господа бога что из себя представляет система заблуждения это то что придумал человек вдохновляемый дьяволом и сатаной он здесь представляется богом князем мира сего и он поработил умы людей и люди послушные ему вавилонская система она была основана на авторитете человека на человеческом слове на человеческих делах на человеческих законах порядках и так далее это все что придумывали люди вдохновляемые князем мира сего но не господом богом и посмотрите что бог он не соглашается он протестует он встает на защиту истины иисус христос сказал однажды хорошо ли что вы отменяете заповедь божью чтобы соблюсти свое предание хорошо ли отменить божью заповедь для того чтобы соблюсти то что вы придумали и дальше он сказал слова но тщетно чтут меня уча учением заповедям человеческим тщетно тщетно пытаются быть христианами потому что все это человеческое не божье не мое говорит иисус церковные лидеры постепенно вводили все новые и новые изменения учения иисуса христа послушайте например в 1229 году на Тулузском соборе Библию запретила церковь читать мирянам а уже в 1234 году церковь запретила читать Библию духовенству подумайте на протяжении 1569 лет церковь не имела права читать Библию потому что запретила руководство чему могли учить священники на протяжении 569 лет христианской христианский мир когда они никогда не читали Библию какой вере у Бога они учили не читая Слово Божье Божью Библию в то время как Иисус учил совершенно другому посмотрите на противоположность а Иисус учил исследуйте Писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную Христос говорит что вы не можете иметь вечной жизни не изучая книгу Библию а они запретили чтение Библии Слово Антихрист оно не обозначает против Иисуса Христа некоторые думают что вот Антонюк говорит что Антихрист против Иисуса нет Антихрист вместо Иисуса не против а вместо вместо Иисуса Великий Антихрист это религиозная великая система это великая сила религиозная которая поставила себя вместо Иисуса Библия учит свободе совести Библия учит что каждый человек имеет право поклоняться Богу по велению своей совести Бог спросит человека каждого почему он делал так а не так не надо чтобы церковь это спрашивала Бог спросит на своем суде человек ответственен перед Господом Богом как он исповедует Господа Бога а не перед церковью и когда церковь требует от человека чего-то о чем нет написано в Библии она превышает свои полномочия она берет на себя ответственность Господа Бога Некоторые мне говорят почему такая неразбериха в этом христианском мире почему сегодня существует так много конфессий в пятницу я расскажу вам детали как они появились и почему но сегодня хочу сказать вам друзья мои некоторые думают что сегодня нужно чтобы собрались руководители церквей и порешали все вопросы и создали одну единую христианскую церковь единую государственную церковь чтобы государство ее поддерживало но ведь это новый антихрист это неправильно я не верю в государственную церковь государственная церковь это трагедия это несчастье всегда когда возникала государственная церковь все другие люди инакомыслящие все другие конфессии страдали и были преследуемы и мне не нужно идти далеко в историю за тем, чтобы привести вам пример. Советский Союз. Какую религию исповедовал Советский Союз? Атеизм. Религию атеизм. Скажите, пожалуйста, как было всем конфессиям от того, что Советский Союз исповедовал атеизм? Хорошо было? Скажите, пожалуйста, католические священники были в тюрьме или нет? Были. Православные были в тюрьме или нет? Были. Протестантского направления. Баптисты, пятидесятники, адвентисты были в тюрьме? Были. Государственная религия это диспотизм. Это сила, это власть. Она принуждает делать так, как ты не хочешь, но ты должен подчиниться. И поэтому государственная религия это великое зло. И я не верю в государственную религию. Это беда, это несчастье. Библия говорит, что антихрист будет преследовать людей. И во время темного средневековья это страшная система. Союз церкви и государства, они предали смерти более 100 миллионов человек. Более 100 миллионов человек в 20 веке погибли на войне. Церковь Господа Иисуса Христа более 100 миллионов человек предала смерти неугодников. Людей убивали за такие же проповеди, как вы сегодня слушаете. Людей убивали за то, что они приходили слушать такие проповеди. Церковь сжигала Библии, потому что она хотела, чтобы люди находились во тьме. Чтобы они ничего не знали. Чтобы они верили всему, что скажет священник и никогда не смотрели. А так ли это? Но вспомните книгу «Деяния апостола». Апостол Павел проповедовал, вы помните, что он был преследуемый. И тогда Римская империя его преследовала. И когда он проповедовал об Иисусе Христе в городе Фессалонике, его там не приняли, хотели убить. И Павел побежал в город Вирию и затем там проповедовал. И он сделал следующее заявление. Вирийские были благомысленнее фессалоникийских, потому что они исследовали точно ли так, как я проповедую. Они читали Евангелие, они проверяли, насколько Павел говорит правду о Господе Боге. Но церковь не давала возможность людям проверять, правильно ли священник говорит, потому что они отняли Библию у людей. Друзья мои, посещая европейские государства, Францию, Италию, Швейцарию, Австрию, Германию, Испанию, другие страны, я всегда обязательно хожу в музеи. Иногда я беру разрешение и делаю много очень серьезных фотографий. То, что там есть. И вы знаете, в музеях существует масса, тысячи, тысячи, послушайте, тысячи видов, как можно было причинять боль человеку при пытках, орудий пыток. Тысячи видов орудий пыток. Я сегодня покажу вам специально несколько только из этих орудий. Вот посмотрите. Здесь вы, может, слышали когда-нибудь о металлических трусах, но вы думали, что это сказка. Это реаль. Вот это металлические трусы. А вот это вот такой стол. Вы видите, здесь шестеренка есть. Видите, просматривается вам шестеренка? А здесь вот рукоятка, и этот вал прокручивается. Вот сюда вставляли руки, а потом вот этим, вот этой рукояткой прокручивали этот вал. И мне не надо объяснять, что происходило. Вы все понимаете. Ну, например, вот здесь деревянные для двух, для одинарных орудий пыток, а вот здесь вот интересная бочка. Посмотрите на нее. Она имеет крючки, они снимаются. С той стороны есть петли, а вот здесь вы видите такое небольшое отверстие наверху. Знаете, для чего это? Для шеи. Туда вставляли человека. Посмотрите, какое придумали орудие пыток. Вставляли туда человека, затем закрывали на крючки, голова была сверху, и он не мог опустить голову вниз, и он не мог выйти через это отверстие, и тогда усиленно его кормили, пока он весь не гнил там. И знаете, кто это придумал? Монахи. Люди, которые считают себя исследователями Слова Божьего. Вот металлическая маска, шары эти нагревали, а вы знаете, что железо является проводником. Вот здесь вот очень интересный тоже момент. Посмотрите, сюда вставляли руки или ноги, и этим большим винтом прокручивали, пока это все не выровнялось, если человек не отрекался от своих идей. Здесь двухъярусная виселица, посмотрите, а здесь плахи, но интересно вот это называется королевское кресло. Оно все в деревянных шипах, абсолютно все, и подлокотники откидываются тоже все в деревянных шипах. Ставили руки и потом металлическими такими обоймами снизу был винт, прикручивали, закручивали винт, и эти обоймы металлические, они делали так, что рука потихоньку налазила на эти шипы. Точно так же было с ногами, с голенями, точно такая ситуация, и это считалось королевским креслом. Вы видите здесь металлические маски, доспехи, которые использовали монахи, когда они производили вот эти все издевательства над людьми. Для того, чтобы никто их не узнал, они одевали вот такие маски, а затем после этого ходили и службу отправляли. Все нормально, никаких проблем. Вы здесь можете видеть еще эти для крестовых походов орудия, которые использовались. Послушайте, Иисус Христос сказал, идите, проповедуйте вечно Евангелие всем народам. И знаете, как проповедовала отступившая церковь? На штыки. Если ты не станешь христианином, мы тебя убьем. Но ставай лучше христианином, чем ты станешь мусульманином, иначе мы тебя на штыки. Хорошая проповедь, вам нравится, если бы я так сегодня пытался проповедовать? Друзья мои, как можно было так исказить истину Слова Божьего? Как можно было так исказить и так неправильно делать все? И считать, что мы Божья истинная церковь. Друзья мои, вы можете сегодня обратиться к истории и прочитать об инквизиции. Вам хватит, если вы только прочитаете книги, тома испанской инквизиции. Если вы прочитаете, я вам скажу, вы не прочитаете до конца, вы не сможете это читать, то, что делала отступившая от Бога церковь. И это самое страшное, что считается церковь. Я думаю, что атеизм не зря возник. Потому что как можно верить такого Бога страшного, угнетателя, преследующего? Позвольте мне еще дать вам несколько исторических фактов. Библия говорит, что эта великая власть, она будет господствовать над миром 1260 лет. в 538 году нашей эры Юсениан, который был цезарь, который правил еще тогда римский, считался как бы римским императором, но как он был императором, он жил в Константинополе, но однако же он организовал огромную армию, и он некоторых покорил, наказал, сделал данниками, и тогда он пришел в Рим, и он тогда низложил папу римского, который был, и поставил на престол своего коллегу, и сказал, он дал указ, что отныне руководство церкви имеет право преследовать еретиков, преследовать ересь, уничтожать ересь, и всех тех, которые не соглашаются, имеют право их уничтожать. С этого времени, с 538 года нашей эры, началось официальное движение этой системы, друзья мои, именно с этого момента Есениан помог тогда церкви искоренить еще одного рога, вы помните, три рога, Остготы, Вестготы и вандалы. Остготы, это были те, которых помог победить церкви Есениан, он помог уничтожить эту народность, и тогда церковь стала процветать. Друзья мои, в 538 году началось движение церкви. Если вы прибавите к 538 году 1260 лет, пророчество, которое гласило, что эта система будет править миром, 1260 лет, вы получаете завершение этой даты 1798 год нашей эры. Во время французской революции Франция положила конец правлению системе антихриста, но об этом мы поговорим завтра, но это еще не конец. Библия говорит, что перед вторым пришествием Христа, когда, прежде чем вернется Христос, эта система будет править вновь этим миром. Кто и когда посягнул на изменение субботы? Почему сегодня мы празднуем воскресенье, а не субботу? Вы хотите об этом знать? Давайте попробуем найти ответ. Историк Джеймс Фрезер писал, в древней Вавилонии первый день недели был священным днем за тысячи лет до воскресения Иисуса Христа из мертвых. Вы слышите? За тысячи лет до воскресения Иисуса Христа из мертвых в этом мире люди праздновали первый день недели. этот день назывался днем солнца. Вы об этом помните? Я вам об этом рассказывал. Почему же сегодня в христианской церкви учат, что первый день недели начали праздновать со дня воскресения Господа Иисуса Христа? Позвольте задать вопрос на основании того, что вы уже знаете. Это правда или ложь, что начали праздновать воскресение со дня воскресения Иисуса? Скажите, это правда? Нет, это ложь. Тысячу лет до Рождества Христова люди праздновали этот день. Поэтому ничего подобного. Люди это делали и они продолжили. Только поменяли название. И все. Они продолжили тоже делать. В начале второго века я вам рассказываю историю, как это произошло. Христиане стихийно начали праздновать распятие Иисуса Христа. И делали это один раз в году. Это празднование было сосредоточено на дне распятия, что совпадало с еврейской Пасхой. Вы знаете об этом, что Христос умер в день Пасхи еврейской. Христиане страдали очень тяжко от языческого Рима, который преследовал их и уничтожал многих, бросал зверям на сиденье. И поэтому они пытались как-то отделиться от иудеев, потому что иудеи часто делали революцию и христиане не делали революцию и поэтому иудеи считали христиан знаете как? История свидетельствует это иудейская секта. Христиане это иудейская секта. Они вышли откуда вышли христиане? Из иудеи, из иудейской религии. Скажите ученики какую истину проповедовали? Какую Библию? Библию иудейскую Ветхий Завет. У них не было Нового Завета. Они проповедовали иудейскую Библию и поэтому они назывались иудейской сектой. А римляне когда поражали иудеев которые восстали против римлян они поражали одновременно и христиан потому что они считали что это одно это одно и то же. Друзья мои должен сказать вам что тогда христиане пытались найти выход из ситуации. Сикст епископ римской церкви начал этот процесс считается есть плюс-минус расхождение небольшое в 131 году нашей эры в 131 году нашей эры он начал этот процесс который в конечном итоге завершился изменением дня богослужения он предложил христианам следующее чтобы нас не считали иудеями давайте не будем праздновать день распятия Иисуса а будем праздновать день воскрешения Иисуса из мертвых и вы знаете люди согласились люди согласились и они думали что теперь римляне не будут их трогать и христиане раз в году это то что соответствует современной Пасхе раз в году праздновали весной праздник воскрешения Господа Иисуса Христа из мертвых но это происходило на протяжении нескольких сот лет только один раз в году раз в году праздновали воскрешение Господа Иисуса Христа из мертвых друзья мои они надеялись что теперь Рим их не будет трогать но Рим по-прежнему их преследовал крупным шагом на пути к изменению времени христианского богослужения было издание императором Константином 7 марта 1921 года нашей эры первого указа который повелевал покоиться в день солнца первый день недели книги нить времен Сергей Куликов пишет в 321 году это произошло в достопочтенный день солнца пусть все заведения люди покоятся и пусть все мастерские будут закрыты это первый указ о том чтобы первый день недели был праздничным днем люди праздновали но никто никогда не издавал указ первый указ в истории человечества издал о праздничном дне первого дня недели это Константин и он называет его днем солнца друзья мои позже Константин после того как он издал этот указ очень хорошо поговорил с епископами церкви очень хорошо поговорил у него получился хороший дружеский разговор он смотрел что язычество теряет свой вес он смотрел что христианство набирает силу и он предположил он был хорошим стратегом что христианство должно превзойти язычество и поэтому он решил христианство завязать на язычестве объединить эти две нити в одну и он попытался это сделать и затем в 325 году епископ Сильвестр впервые в истории называет первый день недели Господним днем день солнца в 325 году на Никиевском соборе он называет первый день недели Господним днем а затем на этом же соборе в этом же году 325 было утверждено церковью празднование дня недели дня солнца первого дня недели вместо субботы в 20 каноне Ладикийского то есть Ладикийского собора не Никиевское прошу прощения написано решение христиане не должны праздновать субботу но должны в этот день работать вы знаете кто это принял решение руководители Божьей Церкви епископы пасторы пресвитеры собрались съехались и приняли решение приняли решение что отныне мы празднуем первый день недели а в субботу будем работать позвольте задать вам вопрос скажите пожалуйста закон Божий это истина или нет скажите может ли какой-либо человек изменять закон Божий никогда никогда никакая церковь никакое государство никакой народ никакая нация никакая организация не может это делать а теперь давайте посмотрим как эта система изменила закон Божий на алтаре в церквях всегда изображается большое солнце и маленький крестик это говорит о том чему поклоняются там посмотрите внимательно на алтаре в церкви где вы бываете друзья мои и когда читаешь катехизис этой государственной церкви то второй заповеди там не существует она выброшена потому что государственная церковь она которая возникла в Риме она стала делать иконы кумиры изображения и стала поклоняться им а вторая заповедь запрещает и вот чтобы она не смущала христиан они вычеркнули выкинули вторую заповедь из закона Божьего поэтому католиков никогда не учили истине Божьей второй заповеди на протяжении трех столетий 6 по 9 век в церкви происходила внутренняя борьба по вопросу икон но должен сказать вам иконоборческое движение победило здравий смысл и люди в конечном итоге приняли решение иконы это те перед которыми мы будем молиться что такое истина друзья мои Библия говорит близок ты Господи и все заповеди твои истина скажите вторая заповедь истина или нет все заповеди это сколько 8 или 10 10 скажите вторая заповедь входит туда а церковь с удовольствием выкинула ее как ненужный элемент и она считает себя мы Божья церковь скажите пожалуйста еще ответьте на вопрос церковь Божья она должна слушаться Господа или она должна вершить здесь все что хочет а Бог должен в смирении сердца соглашаться с этим должна слушаться Бога церковь или нет иначе он ее не спасет иначе он не даст ей вечной жизни поэтому если церковь искажает истину мне очень жаль мне очень жаль друзья мои давайте проведем сравнение катехизиса и закона Божья и посмотрим на изменения которые сделала церковь отступившая от Бога я буду читать катехизис слева а вы читаете закон Божий справа первая заповедь я Господь Бог Твой да не будьте от других богов изменили они не стесняйтесь говорить нет да вторая заповедь не произноси имени Господа Бога напрасно такая же там в законе Божьем вы видите они выкинули вторую заповедь не делай себе кумира изображения они выкинули и все остальные заповеди снизу вверх сместились поэтому третья заповедь в катехизисе вторая это третья Божья заповедь затем третья заповедь католической церкви говорит празднуй праздничный день это соответствует четвертой заповеди а что здесь написано помни день субботний чтобы святить они как говорят празднуй какой день а какой праздничный день мы тебе скажем мы тебе поясним а скажите а Бог а Бог сразу поясняет он хочет чтобы каждый человек знал чего Бог хочет от него а церковь говорит а мы тебе объясним что нужно от тебя Господу а Бог тебе ничего не открыл он только нам открывает это обман ну и конечно же вы знаете весь мир знает что Божий закон состоит из десяти заповедей и поэтому они сделали следующую ловушку хитрость они десятую заповедь разделили на две заповедь Божья не желай дома ближнего твоего ни жены ближнего твоего ни раба его ничего что ближнего твоего они говорят жена очень высоко поэтому мы ее выделили а дальше остального не желай и поэтому получилось 10 заповедей и если человек никогда не читает Библию а только катехизис он думает я исполняю 10 Божьих заповедей а скажите это правда в катехизисе это Божьи заповеди все нет это обман и поэтому человек верит в обман а думает что он служит Господу Богу Библия предсказала возмечтает отменить у них праздничные времена и закон Библия говорит что организация антихриста исказит заповедь которая говорит о времени давайте посмотрим какая из 10 заповедей говорит о времени первая заповедь я Господь Бог да не будьте от других богов перед лицом моим здесь есть что-то о времени нету вторая не делай кумира никакого изображения не поклоняйся им здесь есть что-то о времени тоже нет не произноси имени Господа напрасно здесь тоже нет о времени четвертую я на время специально ее не показываю мы сейчас ее прочитаем затем эти заповеди есть что-то о времени нет 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 не желаю дома ближнего жены ближнего ничего что у ближнего тоже нет а теперь давайте посмотрим какая заповедь учит о времени в пророчестве предсказано что он возмечтает отменить праздничное время которое Бог дал своим детям что же за заповедь говорит о праздничном времени вы уже знаете четвертое давайте прочитаем ее помни день субботний чтобы светить его шесть дней работай и делай всякие дела твои а день седьмой суббота Господу Богу твоему не делай вонный день никакого дела ибо в шесть дней создал Господь небо землю море и все что в них а в день седьмой почил посему благословил Господь день субботний и освятил его посмотрите когда Бог сотворил наш мир Он говорит что-то похожее Он создает седьмой день ничего не делает в этот день написано и благословил Бог седьмой день и освятил его ибо вонный почил от всех дел своих которые Бог творил и созидал посмотрите четвертая заповедь играет с праздником который Бог создал от сотворения мира который Бог дал праздником Адаму и Еве а христиане решили что Бог четвертую заповедь дал евреям а нам нет а нам воскресенье покажите в Библии где написано что Бог дал нам праздновать воскресенье тысячу долларов завтра я принесу тому человеку который покажет мне что в Библии есть написано празднуй день воскресный вот эти слова празднуй день воскресный или типа как четвертая заповедь написана о воскресном дне я завтра даю тысячу долларов человеку который принесет мне покажет в Библии написанный этот текст вы понимаете суть? Это безрассудство! Нигде такой заповеди нет, кроме как помни день субботний, чтобы светить его. Итак, эта система изменила эту заповедь. Она отменила ее. Она сделала совершенно по-другому. Совершенно. Возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Здесь сказано конкретно о празднике. Святой день, не делай в этот день никакого дела. Сторжественные собрания проводите и так далее. Друзья мои, пророк Даниил, он говорил об этом за 900 лет до того, как церковь отменила Божьи заповеди. Пророк предсказал, что восстанет такая система, которая поставит себя вместо Бога, вместо Иисуса, и она отменит праздничное время. А посмотрите, что Библия говорит о Божьих заповедях. Все заповеди Его верны, тверды на веки и веки. Скажите, на веки и веки это на сколько? На вечность. А христиане решили, только до воскресения Иисуса Христа из мертвых. И потом Христос взял и выкинул четвертую заповедь. Она не нужна. А здесь написано, сколько заповедей утверждены на веки и веки? Все десять. Бог вечный. И закон Его вечный. Бог неизменный. И закон Его неизменный. Господь говорит, чтобы мы свечили субботу, потому что Он наш Творец, Он наш Сознатель. И Бог говорит человеку, это Мой святой день, это суббота Господня. Но я хочу сказать, что почти весь мир, почти вся Америка, почти вся Украина, вся Россия, многие другие страны полностью отвернулись от Господа Бога в этом вопросе. Друзья мои, на протяжении всей библейской истории суббота являлась знаменем между Богом и Его народом. И я хочу сегодня пригласить вас следовать библейской истине. Я хочу вас призвать, если вы хотите иметь вечную жизнь, если вы хотите иметь спасение Божье, если вы хотите вернуться в потерянный рай, верьте Господу Богу и Его пророкам и Его апостолам. Поступайте так, как учит Библия. Это одна книга, которая знает точно дорогу домой. Это одна книга, которая раскрывает правду о Боге, о нас с вами, о том, что происходит в мире, почему происходит и чем все это закончится. Я прочитаю вам еще, что говорит эта Государственная Церковь. Это католический народный катехизис говорит о субботе. Я буду читать на украинском, мне сложнее немножко, я на русском прочитаю. Но я люблю украинцев и украинский язык. В Священном Писании написано, что в пустыне падала манна на протяжении шести дней недели, но никогда не в субботу. Еврейская суббота приходит на нашу субботу, а суббота христианская на воскресенье. Как это? Что это? Две субботы в неделе получится. Какой-то абсурд. Но ничего. Воскресенье – это праздник всей Пресвятой Троицы, потому что в воскресенье, первый день недели, Бог Отец начал сотворение мира, и в воскресенье воскрес Бог Сын. Апостолы имели право перенести празднование субботы на воскресенье, потому что в третьей заповеди Божьей сказано не о том, чтобы святить именно субботу, но о том, чтобы посвятить Богу какой день? Один день недели. Скажите, это написано в Божьих заповедях или это написано в католическом катехизисе? В католическом катехизисе написано в третьей заповеди, празднуй праздничный день, и они это применяют. Апостолы имели право. Скажите мне, пожалуйста, назовите имя апостола, который сделал это, изменил субботу на воскресенье. Назовите имя апостола, одного из двенадцати, который изменил субботу на воскресенье. Обман В первом веке Ни один человек, который принял Иисуса своим Господом В голову не приходила мысль, чтобы праздновать воскресенье Во втором веке ни одному христианину в голову такая мысль не приходила В третьем веке ни одному христианину в голову не приходила такая мысль, чтобы праздновать воскресенье В 321-й год Константин сделал нечто, побудил, и затем в 325-м году христиане приняли решение, не празднуем больше субботу, будем праздновать воскресенье, первый день недели, вместо Дня Господня. Друзья мои, книги «Катехизис» для новообращенных, которые написал Питер Герма в 1948 году, на странице 50-й ведется нечто вроде диалога. Посмотрите, какой день является Святым Божьим Днем? Ответ, суббота – это Святой Божий День. Очень правильно, точно так, как Библия говорит. Следующий вопрос, почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы? Ответ, на 50-й странице Питер Герма пишет, мы соблюдаем воскресенье вместо субботы потому, что католическая церковь перенесла святость дня с субботы на воскресенье. Вот они взяли, вот тут святость была, суббота они взяли и перенесли, на этот день поставили. И уже то стало с этим. Я не понимаю, как эта церковь могла снять святость, которую дал Бог, и взять ее и перенести на другой день? Как это возможно было сделать? Вот этому учит эта система. Я сегодня хочу задать вопрос, чему вы будете следовать? История свидетельствует, смотрите, это очень интересно, это книга «Католический мир», страница 809-я. Солнце было главным языческим божеством, следовательно, церковь как бы сказала, сохраните это старое языческое название. Сан-дей, зон-так, День Солнца. Мы сбережем его святость и посвящение Богу. Таким образом, языческий День Солнца, посвященный Вольтеру, Богу Солнца, стал христианским воскресением, освященным для Иисуса Христа. Еще послушайте одно заявление. Христианство прочно обосновалось, как религия Римской империи. Вы знаете, какая религия? Не Иисуса Христа, а Римской империи занял место язычества. Христианство средних веков можно охарактеризовать, как просто крещенное язычество. Еще прочитаем некоторые исторические сведения. Воскресение основано не на Писании, а на предании. И является исключительно католическим установлением. И посмотрите, что пишет отец Энн Райт, президент Редемпторского колледжа. Это лишь закон католической церкви. Библия говорит, помни день субботний, чтобы святить его. Католическая церковь говорит, нет, своей божественной властью я упраздняю субботний день и повелеваю вам святить первый день недели. Далее отец Энн Райт пишет, и вот весь цивилизованный мир склоняется в почтительном послушании перед этим повелением католической церкви. А Александр Иванович Герцен, русский писатель и философ, сказал, «Предрассудки – великая цепь, удерживающая человека в определенном ограниченном кружку окостенелых понятий. Ухо к ним привыкло, ведь столетия прошли, глаз присмотрелся, и нелепость, пользуясь правами давности, становится общепринятой истиной». Друзья мои, основание воскресного дня – это языческая и только человеческая традиция, не имеющая ничего общего с книгой Библии и с Евангелием. Я понимаю, что для некоторых из вас это революция. Я искренне понимаю, я тоже пережил такую революцию. Но, друзья мои, либо я хочу иметь спасение и вечную жизнь, либо я согласен погибнуть навсегда. Хочу сообщить, что в великой стране Украины, Украине, у Бога есть очень много замечательных людей. В городе Винница очень много замечательных людей. И я считаю, этот весь зал – это самые замечательные люди города Винницы. И Бог хочет подарить вам вечную жизнь и Божье спасение. Но у Бога только одна истина. Люди решили покусочить истину. И решили, что и тут истина, и там, и в третьем месте. И Бог каждого ведет каким-то путем. Но это придумали люди. А Бог говорит, а у меня только один путь. У меня только одна истина. У меня только одна правда. И мой народ, мои дети, они должны поверить мне, послушаться меня и избрать мой путь. Апостол Павел однажды сказал, здесь больше, чем просто даже исполнять истину. Павел говорит, неужели вы не знаете, что кому отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы. Кого слушаетесь? Того вы и рабы. Либо вы слуги Господа Бога, либо тяжело мне говорить. Я хочу, чтобы вы знали сегодня, что по благодати Божьей нам нужно вернуться к Богу. Нам нужно вернуться к Библии. Нам нужно вернуться к Иисусу Христу. Нам нужно вернуться к апостольским временам. К истинной Божьей Церкви. Нам нужно вернуться к Божьим правилам счастливой жизни. Наверное, вы все понимаете, что Антонюк не написал ни одной заповеди. Антонюк не писал Библию. Я читаю Библию, которую перевела Православная Церковь. Я верю в эту Библию. И это Библия, которую перевела на русский язык Православная Церковь. Она говорит правду, что я должен делать, как я должен поступать, чтобы быть с моим Господом в самых отличных отношениях, чтобы Он был моим другом, и чтобы Он сделал меня своим другом. Я верю тому, что перевела Православная Церковь. Я верю той истине, которая открыта в этой Библии. Апостол Павел говорит христианам, посему для народа Божьего остается еще субботство. Библия говорит, что Антихрист – это религиозная поддельная система. Библия говорит, что Антихрист – это ложное поддельное христианство. Это религия, которая искажает Слово Божье, которая искажает Закон Божий, которая отменяет праздничный Божий день, которая держит людей в обмане. Она изменяет Слово Божье. Поэтому сегодня хочу пригласить вас. Повернитесь к Богу. Он любит вас. Вы – самое дорогое, что есть у Него на планете Земля. Апостол Павел говорит, возьмите за грех, смерть. Но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Изберите жизнь. Библия говорит, не двусмысленно. Она говорит однозначно. Есть вечная жизнь и вечная погибель. О, повернитесь к Богу, чтобы вам иметь вечную жизнь и Божье спасение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Что мы посеем, то и пошнем В истине этой мудрости свет Но сколько раз тяжким судом Ложится на нас это истинный свет Сколько ж насеяно нами вокруг В спешке летящих минут и годов А годы уходят, уходят, мой друг Горечь их, горечь пожатых плодов То полуправду, то полутьму То полуверу сеем вокруг Здесь на земле уж себе на виду Мы пожинаем весь этот недух Сходит он в душах наших друзей Сходит он в душах наших детей В поздних молитвах мы просим прости В том, на что сами себя обрекли То полуправду, то полутьму То полуверу сеем вокруг Здесь на земле уж себе на виду Мы пожинаем весь этот недух Сходит он в душах наших друзей Сходит он в душах наших детей В поздних молитвах мы просим прости В том, на что сами себя обрекли Кли Что мы посеем, то и пошнем В истине этой мудрости свет Но сколько раз тяжким судом Ложится на нас Это истинный свет Спасибо большое, Алла Как много зависит от того Какой выбор делаю я в своей жизни Может быть, до сегодняшнего дня Вы серьезно не задумывались об этом Но что мы посеем, то пожнем Это очень серьезно работает Если вы проведете анализ своей жизни Хотя бы немножко Вы увидите, что это очень серьезно работает И Господь Небесный Он скоро придет на нашу землю Иисус хочет подарить вечную жизнь Жителям планеты Земля Представьте себе Он называет нас Своими детьми Сыновьями Дочерьми И как трагично Когда мы Не соответствуем этой правде Как трагично Когда он плачет Потому что Он хочет видеть нас одно А видеть совершенно противоположное Я не хочу Огорчать моего Господа Я не хочу Причинять ему боль Потому что он Так тяжко Страдал за меня Там на Голгофе С его чела стекали Капли пота И они были Смешаны с кровью Это говорит о самом Серьезном Трагичном Состоянии Психологическом Человека И все это Лишь потому Что он Боролся Умереть за Антонюка Или может Пусть живет Как хочет Он имеет свободу выбора Пусть живет Как хочет Но он не сделал этого Там на Голгофе То есть в Садуке В Симанском Он принял решение Антонюк Нужен мне Каждый человек в этом зале Нужен мне Отче Помоги мне И я сделаю это И он это сделал Я сегодня Хочу сказать Каждому из вас Сегодняшняя встреча Я не хочу Чтобы она была просто Еще одной встречи Я хочу Я хочу Чтобы она была больше Я хочу Чтобы сегодня Вы серьезно подумали О своих отношениях с тем Кто сотворил вас Кто умер за вас И любит вас И кто хочет Чтобы вы были вечно с ним Пожалуйста Повернитесь к нему Всем сердцем своим Своим лицом Поверьте ему Он Он Знает правду Комментарии Все Которые существуют По Библии Это только Комментарии Но есть одна книга Автором Которая является Тот Кто нас создал И кто наш спаситель И он написал все Любой из вас Молясь И читая эту книгу Четко поймет Дорогу Которая ведет В Божье Царство В потерянный рай Изберите это Следуйте за ним Я ни к чему другому не призываю Как только Делайте пожалуйста Как делал Иисус И его ученики И пусть Бог поможет вам в этом Хочу помолиться о вас О Отец наш небесный Мы сердечно благодарим тебя Господи Божие За то что Ты посеял семена спасения Что ты принес Спасительную весть Жителям планеты Земля Детям своим Которые Отвернулись от тебя Но ты не погнушался Ни одним из них Но решил умереть Уплатить цену Стать Вместо них Принять наказание За грех За боль Которую Господи Они причиняли тебе Только бы Вернуть Тех Тех Кого ты создал Потерянный рай Господи Спасибо тебе Что ты так высоко оценил Каждого из нас О дай нам Мудрости и силы Понимания Чтобы и мы оценили то Что ты сделал для нас И помоги нам Полюбить тебя Так как ты нас полюбил Ответить на твою любовь Поверить тебе Твоему слову И последовать За тобою Когда придешь в этот мир Господи Нам всем хочется быть там Но ты знаешь Что сделал дьявол Господи У каждого посеяны Другие семена Разные другие И он настолько убедил Что у нас нет силы Повернуться к тебе Но помоги Господи Так как ты сделал это В саду Гевсиманском Когда принял решение Спасти нас Помоги нам Принять решение Повернуться к тебе К твоему слову И поистине Стать твоими учениками Сегодня когда мы расстаемся Нам хочется Чтобы ты пошел с нами Пусть дух твой Поддержит наши размышления Нашу веру в тебя Чтобы мы могли Господи Найти Для себя Тебя Живого Бога И поверить тебе Храни Наши семьи Наших детей Жен Мужей Родителей Позаботься О всякой нужде А завтра Приведи нас Вновь сюда Потому что Хотим знать тебя Твою правду И следовать За Иисусом Молитва наша Об этом Во имя Драгоценное Для нас Имя Спасителя И Господа Нашего Иисуса Христа Аминь Спасибо вам огромное Что вы были с нами Сегодня Помните Что мы точку над И не ставим Пусть Бог хранит вас в пути Он любит вас И я люблю вас До свидания Субтитры